На дороге Ханкенди-Лачин уже 29-й день проходит мирная акция протеста азербайджанских экоактивистов. Несмотря на снежную погоду, с утра участники акции продолжают скандировать лозунги. Они выступают против разграбления природных ресурсов Азербайджана и вреда наносимого экологии. Лачинская дорога, как мы отмечаем, открыта для беспрепятственного движения транспорта и грузов гуманитарного назначения. И за ходом акции следит наш корреспондент Шамистан Мамедов, который сейчас к нам подключается. Здравствуйте, это Элит. Уже 29-й день в Карабахском регионе Азербайджана продолжается акция азербайджанских экоактивистов. И они до сих вот уже почти месяц проводят здесь акцию, выкрикивают лозунги о необходимости проведения мониторинга на месторождениях Карабахи, где в зоне, где временно размещены российские миротворцы. Я отмечу, что для проезда транспортных средств на Лачинской дороге нет никаких препятствий. И буквально час назад этой дорогой воспользовалась большая колонна машин российских миротворцев. Эта колонна была из 23 транспортных средств. Среди них как легковые автомобили, так и машины снабжения. А утром через этот участок проехало еще два транспортных средства, два автомобиля, принадлежащих российскому миротворческому контингенту. Таким образом, этой дорогой, которую армянская сторона почему-то называет заблокированной и говорит о том, что существует некая блокада, по этой дороге сегодня проехало 25 транспортных средств. И это всего лишь за первую часть дня. И скорее всего уже в целом за день проедет через эту территорию более 30 машин. Я отмечу, что в последние дни число машин, проезжающих отсюда, немного уменьшилось. Но это никак не связано с акцией, это связано с погодными условиями. Ведь это Шуша, город Шуша, и в принципе территория, сам весь Карабах, это в принципе большая часть горной местности. Из-за погодных условий, из-за снега наблюдаются естественные трудности, затруднения в передвижении транспорта. И поэтому вчера, например, по этой дороге проехало всего лишь два автомобиля российских миротворцев. Но сегодня уже, скорее всего, в части, в зоне ответственности российских миротворцев на дорогах, которые проходят через эту территорию, была проведена работа по уборке снега. И на дорогах теперь есть возможность для передвижения целых колонн. И мы сегодня убедились в этом, когда проехала колонна из 23 машин. Что касается акций, требования азербайджанских активистов остается тем же. Это проведение мониторинга азербайджанских специалистов на месторождениях Газыл-Булака и Дамирли в Карабахе. Я отмечу, что армянские компании, а также их иностранные партнеры долгие годы эксплуатировали эти месторождения и получали миллионы долларов выгоды из этого. Полезные ископаемые получены на азербайджанских территориях, вывозились через эту дорогу в Армению, оттуда на мировые рынки. И только за 7 лет эксплуатации месторождение Газыл-Булак, компания Base Metals, которая вела незаконную деятельность в Карабахе, получила свыше 170 миллионов долларов США. Помимо этого, что касается месторождения Газыл-Булак, то специалисты отмечают, что там добывается золото очень высокого качества. И в год на этом месторождении добывалось свыше 12 тонн руды. И все это вывозилось, незаконно вывозилось через эту дорогу. Отмечу, что эта незаконная деятельность продолжалась и после подписания трехстороннего заявления, подписанного президентом Азербайджана, президентом России, премьер-министром Армении. И вот участники акции подчеркивают, что подобной деятельности должен был быть положен конец. И азербайджанские специалисты должны оценить состояние окружающей среды, потому что компания, в том числе Base Metals, которая проводит незаконную деятельность в Карабахе, она имеет отрицательную негативную репутацию как в самой Армении, так и в принципе в других странах. Я подчеркну, что, например, в Дании были приняты определенные санкции против этой компании, потому что ее деятельность не соответствовала экологическим требованиям. И вот акция не останавливается ни на минуту, и они будут ее продолжать до тех пор, пока требования азербайджанских экоактивистов не будут выполнены. Проводится акция и в ночное время, причем участвуют здесь представители молодежи, и они прибыли сюда из разных регионов Азербайджана и вновь демонстрируют сплоченность азербайджанского народа. Телли? Спасибо, спасибо большое. Шамистан Мамедов подключался к нам напрямую из связи. Спасибо. 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 Спасибо.